мир вам и благодать дорогие братья и сестры приветствую вас доме божьем мы все еще проводим наше служение онлайн и буквально через две недели уже есть план у нас собраться вместе здесь церковном здании будем уже видеть лица друг друга будем общаться друг с другом и вместе будем славить господа уже здесь на месте как мы обычно это делали раньше сегодня еще мы через интернет общаемся и все равно хотим вместе с вами поклониться сегодня богу и начнем мы с молитвы и споем один гимн перед началом служения помолимся господь мы приходим тебе господь через иисуса христа приходим в твое присутствие господь чтобы поклониться тебе богу нашему живому и истинному воздать тебе хвалу и честь поклонение тебе господь поблагодарить тебя господь за любовь твой поблагодарить тебя за спасение которое ты нам подарил через твоего сына иисуса христа которого ты послал в мир перенести эти страдания муки раны пролить свою святую кровь чтобы искупить нас даровать нам вечное спасибо отец мы благодарны тебе за то что ты искупил нас и привел нас господь свету вывел нас из тьмы в чудный свой свет провал нам господь жизнь вечную даровал нам наследие в царстве твоем господь и ты даровал нам твое призвание у нас есть призвание господь возвещать совершенство призвавшего нас из тьмы в чудный свой свет господь мы хотим это делать господь мы хотим сиять для тебя Господь, распространять Твой свет, чтобы живущие во тьме, Господь, увидели свет, чтобы все узнали о Тебе, живом Боге, об истинном свете, Господь, потому что только в Тебе спасение, только в Тебе вечная жизнь, только в Тебе радость и счастье, Господь. Мы приходим к Тебе, Господь, чтобы помолиться, чтобы прославить, чтобы поблагодарить, Господь, и чтобы принять от Тебя, Господь, благодать Твою, чтобы наполниться Духом Твоим святым, Господь, потому что мы осознаем свою нужду в Тебе, Господь, потому что мы осознаем свою зависимость от Тебя, Господь, и мы живы Тобою, Господь. Ты и есть источник жизни, источник спасения, источник радости, Господь, для нас. Мы благодарим Тебя, просим Твоего благословения на сегодняшнее служение, Господь. Ты веди нас Духом Святым и будь прославлен, Господь, через наши песни, через наши молитвы, Господь, через слово, через причастие, Господь, вся слава Тебе, Господь. Мы воздаём всю славу Тебе, благодарим Тебя, будь среди нас и будь прославлен. во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Споем один гимн. Благословите Господа. Благословите Господа. Благословите Господа. Благословите Господа. Всего и Своим горит. Благословите Господа. Благословите Господа. Благословите Господа. Благословите Господу. Аминь. Слава Господу. Мы еще будем петь, будем молиться, конечно. И обязательно сегодня мы проведем причастие тела. Мы приготовили здесь все, что нужно. Надеюсь, что и вы, братья и сестры, приготовили вино, хлеб. Мы будем позже молиться и благословлять хлеб, благословлять чашу. Присаживайтесь. У нас примерно полчаса времени на проповедь. Надеюсь, интернет сегодня не подведет нас. Молитесь, пожалуйста. Я хотел бы сегодня поговорить на тему, чем занимается церковь. Вообще, чем должна заниматься церковь. Как-то вот за это время карантина многие верующие, я слышал как бы свидетельства, многие верующие даже получили откровение о церкви. То есть церковь не то, чем она представлялась до карантина. Как бы многие представляли церковь, вот собираемся мы в воскресенье на пару часов, собрались вместе, вот она церковь. Воскресное такое собрание, проповедь, причастие, поклонение. Но во время карантина даже у нас не было такой возможности собираться вместе. Но тем не менее, мы-то церковь все равно. Тем не менее, мы в одном духе. И я верю, что многим из нас за это время Бог показал, что церковь держится даже не только на наших воскресных собраниях. Церковь держится на нашем единстве в духе. Потому что да, воскресные собрания нужны. Общение нужны. Видеть друг друга – это хорошо, и правильно, и нормально. И это благословение, когда есть у вас такая возможность. Но церковь – это нечто большее, чем просто видимое собрание. Церковь имеет многие невидимые связи. Больше всего даже в основе церкви сам Христос соединяет церковь в Дух Святой, который в нас, соединяет нас в любовь друг к другу. Это все невидимое. То есть это нельзя увидеть в глазу. Но это как раз то, что самое главное, то, что самое основное. Точно так, как и дерево, когда растет, мы видим ветви, мы видим листья, мы видим плоды. Но корень не видно. Но если уберешь корень, дерево не сможет существовать. Оно умрет. Я верю, что вот эти воскресные собрания, какие-то видимые общения, конференции, семинары – это все хорошо. Это как бы дерево, это внешняя часть, то, что церковь делает. А в основе все-таки сам Христос, в основе жизнь Духа Святого, в основе любовь. Любовь, которая соединяет нас с Богом. Он возлюбил нас. Мы теперь любим Его. Заповедовал нас любить друг друга. На этом держится церковь. То есть понимание церкви немножко меняется со временем, потому что я верю, что оно становится глубже. Не то, что оно изменилось, как бы стало противоположным. Оно дополняется. Господь дополняет, показывает нам глубину, насколько важна церковь. Насколько важна церковь. Смотрите, люди соскучились. Слава Богу, я искренне слышу от братьев и сестер, как я уже хочу увидеть братьев и сестер, как я хочу уже прийти на служение. Слава Господу! Я тоже верю, что Господь усмотрит, что мы скоро соберемся вместе, и будет у нас эта возможность. Но вот в отношении церкви еще некоторые мысли я сегодня хотел бы поделиться. Вот чем должна заниматься церковь? Знаете, сейчас опять же карантин, все это, связанное с коронавирусом, побудил многих людей как бы вот слишком уж сконцентрироваться на вот этих проблемах. На коронавирусе, на карантине, на вакцинации, на чипизации, на глобализации, на пришествие Антихриста. То есть как бы вот, да, об этом говорить нужно, но я верю, что не надо зацикливаться на этом. Потому что как бы функция церкви не в том, чтобы там ожидать приход Антихриста, да, или выискивать там, углубляться в какие-то моменты там, вакцинации, чипизации. Господь нам это покажет в свое время. Как бы не надо забегать наперед, добежать впереди паровоза. Но Господь все-таки задумал другую функцию для церкви. Вот я хочу об этом сегодня поговорить. Церковь, вообще вот церковь как, не скажу организация, да, это не совсем будет правильно. Церковь как учреждение, которое сам Господь учредил, да, или предприятие. Кстати, называется один раз на русском, в русском переводе звучит предприятие, когда, помните, апостолов, апостолы Петр и Иоанн исцелили Хромово, помните, они там через суды, через Синедрион, и как-то Гамалиил когда-то посоветовал, помните, он говорит, если это предприятие от человека, да, то оно само разрушится. А если от Бога, то вы не можете разрушить его. Наоборот, берегите, чтобы вам не стать Богопротивником. То есть он назвал церковь предприятием. То есть если это предприятие от Бога, вы его не разрушите. И вот действительно это предприятие, это учреждение от Бога. Сам Христос сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одолеть ее. Все, не может никто ее разрушить. Никто ее не может разрушить. Ни люди, ни сам дьявол. Врата ада не могут одолеть ее. Поэтому вот нам очень важно понять, для чего Господь создал церковь, да, и какое предназначение в церкви. Я сегодня, можно говорить опять же, много об этом, очень много. О том, что делать церковь должна, чего она не должна. И на основных два момента я хочу сегодня сделать акцент. Можно говорить о многих вещах. Основных два момента – это направление внутрь, направление наружу. Церковь, которую создал Господь, имеет два основных направления. То есть есть одна сфера деятельности внутри церкви, внутри самой церкви, да, и второе направление – это вне, в мир, наружу. Вот по поводу, по поводу вообще вопроса, да, вот что церковь может предложить? Что церковь может предложить? Смотрите, Павел называет в первом, в первом Тимофею 3.15, Павел говорит Тимофею, что церковь есть столб и утверждение истины. Он объясняет там, учит его, как нужно поступать в Доме Божьем, который есть церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. Вот смотрите, церковь как столб и утверждение истины. Первый вопрос – что она может предложить миру, да, и что она может предложить самой себе, то есть членам церкви, да, верующим? Вот этот вопрос. То есть Павел ее называет здесь столбом и утверждением истины. Столб и утверждение истины – это значит, церковь – это то место, где Господь положил или доверил, который доверил свою истину. И вот именно церковь ответственна за то, как она будет эту истину хранить и как она будет ее передавать, как она будет ею делиться. То есть если церковь – это столб и утверждение истины, значит, церковь имеет своей функцией внести эту истину в мир, то есть проповедь Евангелия миру, и внутрь – это значит раскрывать Христа глубже верующим. То есть христианин, который обратился уже к Богу, стал верующим, да, он вроде бы с одной стороны познал истину, да, то есть узнал, что во Христе спасение, он принял Христа, но разве на этом все? Что можно сказать, что я познал? Я вчера уверовал, крестился, да, что я скажу, что я познал? Я познал только часть истины, я сделал только первый шаг к познанию истины. То есть я принял прощение, я принял спасение, принял искупление, но теперь познавать истину я могу во Христе. То есть познание истины – это познание самого Христа. Христос говорит, я есть путь, истина и жизнь. То есть истина дается Церкви как таковой, самой Церкви, чтобы Церковь сама возрастала в познании истины. И Церковь ответственна за то, как она эту истину преподнесет миру. Вот первое направление, я бы даже сказал, наружу. Я бы первое все-таки отметил направление вовне. Потому что, в принципе, Церковь и начинается с того, помните, да, день Пятидесятницы, начинается с того, что небольшая кучка верующих в Иисуса Христа, которым Он доверил Евангелие, получают Духа Святого и начинают проповедовать Евангелие вне. То есть они проповедуют людям неверующим, проповедуют людям, которые еще не спасены, которые еще не слышали Евангелие как такового. Вот в первый раз звучит Евангелие в день Пятидесятницы. То есть первое направление – это вне. Миру нужно рассказать об Иисусе Христе. Миру нужно рассказать о спасении, которое возможно только через Иисуса Христа. Только через Иисуса Христа. Христос говорит, я есть путь истины, я есть жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через меня. Поэтому мы ответственны за то, чтобы нести Евангелие в мир, нести эту истину неверующим людям, грешникам, потому что Христос для этого и пришел, чтобы грешники получили спасение. Он сам говорит, я пришел не для того, чтобы призвать праведников к покаянию, но грешников. Он пришел к больным, а не к здоровым. Врач пришел к больным, а не к здоровым. И вот эта направленность очень важна как проповедь Евангелия грешникам. Причем каждый из нас может заниматься этим на своем уровне. Великое поручение звучит. Христос говорит, Матфея, 28 глава, 18-20 стихи. Идите. Научите все народы Христа, их военного Отца и Сына и Святого Духа. То есть его масштабы планетарные. То есть вся земля должна узнать о Христе, вся планета должна, все народы должны услышать Евангелие и поверить во Христа и спасти. То есть это его желание. В другом месте, помните, Тимофею Павел пишет, прошу совершать молитвы прошения, благодарения за всех человеков, за царей, за всех начальствующих. И дальше говорит, потому что Бог хочет, чтобы все спаслись и достигли познания истины. Бог хочет, чтобы все спаслись. То есть вот у Бога что в сердце. Поэтому проповедь Евангелия предназначена для всех народов. Идите, научите все народы. Все народы должны услышать о Христе. Марка в 16 главе тоже говорит, идите во всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Всей твари. Кто будет веровать и греститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. И в Деяниях, первая глава Деяния начинается с того, что Христос еще в последние дни здесь на земле, после своего воскресения, общается с апостолами в течение 40 дней. И напоследок им говорит, в Деяниях 1.8 он говорит, «Вы примите силу, когда сойдет на вас Духа Той, и будете свидетелями мне, начиная с Иерусалима, по всей Иудеи, Самарии и даже до краев земли». То есть вот его план, начиная с Иерусалима, Иудея, Самария и по всей земле, по всему краю земли. Вот он Божий замысел. Братья и сестры, каждый из нас, каждый из нас, повторяю, участвует в этом великом поручении на своем уровне. Может участвовать, если понимает эту задачу, если понимает эту функцию, может и должен участвовать в этом. Не обязательно, что ты поедешь там проповедовать целому народу, как вот у апостолов это было, что они собирали иногда много тысяч, вот даже в первый день Пятидесятницы, много тысяч было иудеев, три тысячи из них уверовали. Апостол Павел, например, приходил в синагогу, там сотни собирались людей, да, он там Бога восставал. На площадях, здесь, в Афинах, апостол когда-то на площади, там с кем-то общался, свидетельствовал. Потом его в Ариапах пригласили, тоже там, сколько там, может, несколько сотен было людей, которые собирались его послушать. Может быть, не обязательно тебе в этих масштабах, да, Господь, не смотрел, чтобы ты проповедовал Евангелие. Может, тебе достаточно одному соседу твоему рассказать, поделиться Евангелем с твоим сотрудником, да, или с родственником, с другом твоим знакомым. Уже, уже ты участвуешь этим самым в великом поручении, в исполнении великого поручения от Господа. Вот смотрите, еще интересно, то есть есть местная евангелизация, да, то есть то, что рядом со мной, есть миссионерская деятельность. То есть когда ты едешь как будто в другую страну или в другой регион, сталкиваешься с другой культурой, да, и с другой национальностью и так далее, с другими религиями часто ты встречаешься, вступаешь в конфликт. То есть это все работа вне, да, это все работа снаружи. И вот смотрите, интересно, что для того, чтобы работать на вот этом внешнем уровне, да, снаружи, нужна какая-то платформа. Сейчас такое модное слово, да. Например, интернет сегодня это тоже платформа, да. Многие люди сегодня в интернете. Вот. Раньше, допустим, вот для апостола Павла платформой была синагога, например, да. Синагога, площадь, рыночная площадь, Ариапах здесь в Греции. То есть платформа, то есть это то место, где есть возможность соприкоснуться, да, с аудиторией. То есть Христос нас послал в мир. Он не сказал нам, выходите из мира, да. Он послал нас в мир. То есть в мире мы должны находить какие-то точки соприкосновения с людьми, чтобы им засвидетельствовать, чтобы им проповедовать Евангелие. Вот это и есть платформа, да. Опять же, вот некоторые организации, подобные организации, где я работаю, например, оказывают какую-то помощь людям, да, организуют обеды, там, сервис какой-то, бани прачечные, да. Люди приходят пользоваться этими услугами. Вот она, платформа. То есть на этой платформе я могу встретиться с человеком и засвидетельствовать ему Евангелие. Он пришел пообедать, я его накормлю, но я ему еще и расскажу о Христе. То есть вот эти вот моменты. Интернет, смотрите, какое, да, замечательное средство. К сожалению, христиане немножко отстают в плане использования, да, интернета. Но, слава Богу, Господь, вот и нас даже во время этого карантина немножко простимулировал активнее использовать этот ресурс. Это очень огромный ресурс. И это хорошая платформа, потому что миллиарды людей сегодня в интернете. То есть вот там надо их искать. Я слышал одно свидетельство интересное. Один пастор американский, у них сейчас церковь очень активно растет. И он как-то, короче, тоже Господь его повел в это направление. И начали они использовать интернет-служение. И он увидел, говорит, да, как-то это интересно. И видит, что люди подключаются, слушают, потом приходят на собрание. И молились они как-то группой пастырей. И Господь их побудил создать такую программу, вернее, или купить такую программу. И, в общем, выскакивает церковь онлайн. Они сделали такую ссылку, да, что вот церковь онлайн, если человек запрашивает секс онлайн, ему выскакивает сразу церковь онлайн. То есть предложение, да. И они на удивление заметили, что многие, которые хотят выйти как бы на порно-сайт, на секс онлайн, для них выскакивает церковь онлайн, и они кликают как бы вот, интересно, что это такое церковь онлайн. И многие вот потом приходили, люди исповедовались, говорили, я вообще-то туда хотел, но потом увидел эту ссылку, пошел по ссылке, услышал слово, то есть пришел, покаялся человек, да, уверовал в Бога. Итак, первое направление деятельности церкви, направленное наружу, когда мы делимся истиной с миром, когда мы проповедуем Евангелие неверующим, это есть наша работа вне. Второе, да, еще я не закончил мысль по поводу использования музыки, поэзии, различного искусства, да, то есть люди, которые, допустим, хорошо знают музыку, музыканты, да, поэты, художники, да, могут тоже использовать это как платформу для соприкосновения с миром и передавать. Посмотрите, даже вот из истории Айвазовский, да, знаете, известный художник, знаменитый художник, его картины там и в Лувре есть, и во многих музеях, в Эрмитаже, во многих музеях мира знаменитых. То есть он, вообще-то, писал картины, да, маринист, в основном морские какие-то пейзажи. Ну, посмотрите, сколько у него сюжетов из Библии, да, Христос идет по воде, там, успокаивает шторм, да, помните. Вот эти моменты он через искусство тоже возвещал миру о Христе, возвещал миру Евангелия. Многие другие художники, музыканты сегодня, да, очень много музыкантов, уверовавших, которые прекрасно поют, играют, да, используют музыку, чтобы, да, музыка привлекает, музыка привлекает особенно молодежь, да, приходят просто послушать музыку, но в конце-то концов это, опять же, это платформа, на которой мы можем передать Евангелие. То есть очень много, надо просто открыть глаза, да, просто открыть глаза и молиться, чтобы Господь показал. Даже вот мы думаем о каком-то человеке, думаем там о друге, знакомом, родственнике, да, вот как бы ему передать Слово Божие, как бы привести его ко Христу. Молитесь для начала, вот чтобы Бог показал, на какой платформе, вот как у нас сложится разговор, где, да, на какой площадке. То есть или это за чашкой кофе, или это где-то, может быть, на концерте, на христианском, или где-то на выставке художественной и так далее. То есть Господь действительно хочет, чтобы мы использовали различные, различные способы, различные площадки, различные платформы с одной целью, да, чтобы донести Евангелие людям, донести Евангелие грешным, который нуждается в спасении. И вторая часть – это, конечно, внутрь, да, работа, направленная внутрь. И здесь, конечно, опять же, показательной является Церковь в Иерусалиме, когда вот в день Пятидесятницы, после Дня Пятидесятницы обратились три тысячи человек, с сорок первого стиха, если я прочитаю, вот вторая глава Дьянии, сорок первый стих и дальше. «Охотно принявшие Слово Петра крестились, и присоединилась в тот день душ около трёх тысяч». Вот так говорится о тех спасённых трёх тысячах. «И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах». Вот чем они занимались. Смотрите, то есть люди, которые только что пришли из мира, да, ну, из иудействующего мира, пускай они не были атеистами, да, они не были безбожниками, они верили ещё согласно закону Моисееву, но они теперь пришли сюда, приняли Евангелие и стали церковью, стали частью церкви. И вот чем они занимаются, да, постоянно пребывают в учении апостолов, в общении, преломлении хлеба и молитвах. То есть что-то, когда они пришли уже внутрь, пришли уже, стали частью церкви, апостолы обеспечивают их тем необходимым, чтобы они возрастали. То есть внутренняя работа в церкви, направленная на то, чтобы помочь человеку вырасти, в вере укрепиться, в вере, да, возрасти во Христе, и, в конце концов, уподобиться Христу, да, чтобы образ Христа максимально отражался в каждом из нас. Вот суть роста, да, в чём? В чём суть роста? Просто чтобы голову набить знаниями еврейскими, заучить там тысячи стихов наизусть. Не в этом же суть. Суть в том, чтобы вырасти в подобие образа Христа, да, преобразиться в Его образ. Вот в чём суть. И смотрите, дальше написано. Они постоянно пребывали и так далее. «Был страх на всякой душе, и много чудес и знамений совершилось через апостола в Иерусалиме. Все живущие имели всё общее, продавали имение, всякую собственность, разделяли всем, смотря по нужде каждого, каждый день единодушно пребывали с нами, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье, простоте сердца». Смотрите, даже для верующих, для внутренней работы вот этой церкви тоже есть платформа, да, есть… Они где-то встречались, собирались в храме, написано. Ходили по домам, да, собирались по домам, общались друг с другом, делились тем, что у них было, да. Написано, что не было учащихся, были все вместе, имели всё общее, единодушно пребывали в храме, по домам преломляли хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца. «Хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых в церкви». То есть, вот, когда мы говорим о работе церкви внутрь, направленной внутрь, здесь уже речь идёт о нашем отношении друг к другу и нашей способности друг друга наполнять, как бы ободрять, взращивать, да, способствовать назиданию. Это, другим словом, называется назидание. «Икозами» по-гречески. То есть, в данном случае, смотрите, первая церковь приходит, вот, первые люди обратились на три тысячи, и что они делают? Они слушают учения апостолов, то есть апостолы дают им пищу, они как младенцев вскармливают их, да, чтобы верующие выросли, чтобы верующие стали зрелыми. И уже зрелый верующий способен другим служить. Смотрите, вот суть в чём, что пока христианин младенец, он сам как бы в таком состоянии потребителя больше, да, он, дайте мне, наполните меня, накормите меня, обожжите меня, да, и это нормально. Когда младенец кушать, просит, через каждые три-четыре часа, это нормально, мы понимаем. И хорошо, когда мы его кормим, даём именно правильную пищу, да, молоко, возлюбите чистое словесное молоко, учение о праведности, учение о благодати, чтобы человек наполнился, укрепился, вырос, и когда он вырастает, он уже сам смотрит, кому я могу послужить, а кого я могу покормить, да, кому я могу понести слово, кого я могу поддержать, кому я могу помочь. И вот обратите внимание, сколько в Писании, в Новом Завете, особенно в Послании, сколько фраз вот включает в себя выражение «друг друга», да, «любите друг друга», «утешайте друг друга», «назидайте друг друга», «поддерживайте друг друга», «молитесь друг за друга», да, «служите друг другу». Короче, вот сколько, вот эти, вот просто почитайте, Найдите вот эти места в Писании, в Новом Зайдете, где есть фраза «друг другу» или «друг друга». Это уникально. То есть Господь вот говорит, смотрите, всё, что связано с Церковью внутри, это всё отношения друг с другом. И там нет нигде, знаете, критикуйте друг друга, осуждайте друг друга, бичуйте друг друга, побивайте камнями. Нет такого. Там только назидайте, укрепляйте, утешайте. Вразумляйте друг друга. Любите, в конце концов, любите друг друга. Всё, написано, что всё, что вы делаете, добудет вас с любовью. Помните, Павел пишет. То есть вот такие вот моменты, они очень важны, братья и сёстры. То есть когда мы говорим о служении Церкви вне, снаружи, это в основном свидетельство о Христе, проповедь Евангелия. Когда мы говорим о служении Церкви внутри, это в основном ободрение, утешение, назидание друг друга, любовь друг к другу. И смотрите, везде как бы, везде всё позитив. То есть туда ты несёшь позитив, сюда ты несёшь позитив. Туда ты несёшь позитив о Христе, о спасении. Да, ты можешь встречаться с негативом, ты можешь встречаться даже с враждебным отношением, по отношению к тебе. Опять же, не потому что ты являешься причиной, а потому что ты несёшь истину Христову. В тебе Дух Христов. Когда ты встречаешься с противным Духом, то люди на уровне Духа могут против тебя. То есть опять, не воспринимайте это лично, как борьбу плоти и плоти. Воспринимайте это как духовное препятствие, духовное сопротивление. Обязательно мы встретим сопротивление. Но без этого и не обойтись, братья и сёстры. Кстати, вот когда церковь во все времена, опять же, начиная со дня Пятидесятницы, начиная с первых проповедей апостолов, первой главы книги Деяний, уже в четвёртой главе арестовывают апостолов. Уже в пятой главе они перед Синедрионом, их избивают там уже. Но смотрите, чем больше во всю историю, чем больше церковь прессовали, чем больше ей противостояли, тем больше она росла. Смотрите, тогда церковь в Иерусалиме начали прессовать, начали апостолов там в темницу сажать, избивать. Церковь растёт. Непонятно почему. Опять выросла, потом Стефан, помните, гонения начались во время Стефана, после проповедей Стефана, его побили камнями. И опять же, казалось бы, вот заглушили вроде бы. Написано, что в восьмой главе Деяния апостолов написано, что первая глава, что в те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам людей в Самаре. Казалось бы, да? Начались гонения, церковь рассеялась. Все написано, все рассеялись, кроме апостолов. Маленькая кучка осталась в Иерусалиме, маленькая группа людей, апостолов. А остальные все рассеялись. Казалось бы, кто-то бы сказал, все, все, церковь закрылась в Иерусалиме, некуда пойти, братьев нет, сервисер, никуда пойти на собрание, все рассеяли. Так смотрите, они же не просто так рассеялись. В четвертом стихе написано, между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали слово. И тут как раз пример Филиппа, который в городе самарийском проповедует, весь город практически обратился. То есть потом, дальше мы читаем в 10 главе, как кто-то проповедует Корнилию и его семье, язычникам впервые. В 11 стихе мы читаем, как церковь идет уже в Антиохию. 11 глава, сейчас прочитаю, опять 19 стих, давайте, с 19 стиха. Говорится, между тем, опять, рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана. Опять говорится о том же самом гонении после Стефана. Прошли до Финикии, Кипра, Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них, кипряне, киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили эллинам, благовествуя Господа Иисуса Христа. Смотрите, опять, дошли не просто в Самарию, да, в Самарии, Иисус говорит, до края земли. Вот они уже пришли в языческие города, вот они уже в Антиохию. В Антиохии проповедуют Господа Иисуса. 21 стих, была рука Господня с ними, и великое число у веровок обратилось к Господу. То есть, вот она, казалось бы, в Иерусалиме, видимым образом церковь исчезла, да, рассеялась, но зато там появилась, там появилась, там появилась. Вот она. То есть, невозможно задушить церковь, невозможно уничтожить церковь. Христос говорит, врата ада, не обеих. Врагам иногда кажется, что они задушили, что они там нейтрализовали, что они уничтожили. Это только кажется. Вот сейчас, я не знаю, враг, возможно, думает, люди не собираются уже два месяца, уже два месяца никто не приходит на собрание. А я верю, что Слово Божие еще больше распространяется, потому что Господь находит способы, как это Слово распространять. Слава Богу, и через интернет в том числе. То есть, Господь в своей премудрости усмотрел, что церковь неуничтожаема. Врата ада не одолеют ее. И вот, кстати, смотрите, хороший пример. Опять же, мы тогда привели пример Иерусалимской Церкви. После работы вне три тысячи уверовали, и началась работа внутрь. Они питали их, пребывали в учении апостолов, в преломлении хлеба, в молитвах, в общении. То есть, они питаются внутри. Теперь смотрите здесь тоже, в Антиохе. Написано, в 21 стихе мы прочитали, что «Была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу». То есть, работа была наружу, проповедовали язычникам, и много народу приложилось к Господу, обратилось к Господу. И теперь смотрите, с 22 стиха. «Дошел слух о сём до церкви Иерусалимка, и поручили Варнаве идти в Антиохию, он, прибыв и увидев благодать Божью, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним в сердце. Ибо он был муж добрый и исполненный ухо святого веры, и приложилось довольно народа к Господу». Смотрите, узнали, что язычники приняли слово Божье, посылают туда Варнаву для чего? Для того, чтобы он этих младенцев покормил, чтобы он дал им пищу, чтобы они тоже прибыли в учение апостолов, в преломлении хлеба, в молитвах. То есть он делает работу внутри. И когда работа внутри сделана правильно, правильно опять и приложилось довольно народа к Господу. Опять, чем больше, чем правильнее идет работа внутри, тем правильнее она идет снаружи. И Господь прилагает спасаемых в церковь. Слава Господу. Я не знаю, почему, но меня эта тема как-то вот ободряет. Я вижу, Господь хочет, чтобы мы понимали вот эти принципы. И чтобы наша функция, наше служение, чтобы всегда имело вот эти два направления обязательно. И кстати, это по-разному, мы общаемся с миром, по-разному мы общаемся с верующими и по-другому уже с братьями и сестрами, с верующими. Одним нужно Евангелие, одним нужно покаяние, чтобы они обратились, пришли к Господу. Другим нужна пища, чтобы возрастать, чтобы укрепляться, чтобы уподобляться Христу и становиться уже самому служителем. к сожалению, братья и сестры, сегодня в нынешнем мире мы видим некоторые перекосы. Перекосы бывают, к сожалению, в ту или другую сторону. Я знаю, например, слышал и сам лично даже знаю, есть некоторые церкви, которые делают акцент в сторону наружу, на проповедь Евангелия. Все евангелисты идут туда-туда, во все стороны разошлись евангелизировать. Хорошо, собрали людей, а учить их некому. А кто их будет питать словом благодати? Кто им будет давать пищу духовную, молоко, чтобы они возрастали? То есть учителей нет, все евангелисты, учителей, пастырей как таковых нет. В принципе, люди один раз собрались, пищи нет, другой раз собрались. В лучшем случае, может, он поищет какую-то церковь или что-то можно найти что-то какое-то питание. А в худшем случае возвращаются в мир люди, занимаются ерундой иногда. Все равно Господь, конечно, имеет для них план, если они возрождены. То есть вот такая проблема есть, что при акценте на внешнюю работу нет, получается, знаете, вот все равно, какое сравнение можно привести? Все равно, что рожать детей много-много-много-много-много, но нет нечем их обеспечивать. В принципе, хорошо, когда есть много детей. Я люблю детей, слава Богу, но когда ты много-много-много-много детей, а тебя их обеспечить нечем, да? Точно так же евангелизируешь, приводишь, приглашаешь, приглашаешь людей ко Христу, вот они собрались, дать им ничего не можно, что нету внутренней работы. И наоборот, есть крайность, другая крайность, другой перекос. Когда акцент на внутреннюю работу, да, и забрасывается евангелизация, внешняя работа. Тогда вот люди, в принципе, знаете, как, когда мы очень сосредоточены на внутрь, да, работу внутренней. Да, мы хотим общаться друг с другом, мы хотим служить вместе, поклоняться Богу. Но если мы не выходим наружу, то как бы вот мы как бы законсервированы, да? И там, где нет вот этого течения, помните, я приводил пример море Галилейское и море Мертвое, да? В Галилейском озере в море там жизнь, рыбы полно, жизнь кипит. Потому что вода в нее впадает, Иордан, да, втекает в него и потом вытекает дальше. То есть есть движение. А в Мертвое море только впадает вода, но не вытекает. Там жизни нет. То есть вот точно так, если ты только принимаешь, понимаешь, ты в конце концов как бы закрыт и могут начаться, знаете, начаться какие-то подозрения, если ты долго сидишь в одном помещении, да, друг с другом, как-то можешь начать какие-то мысли подозревать в чем-то, кого-то критиковать, осуждать. То есть вот это неправильно уже. Вот эти не должно быть перекосов. То есть когда мы зацикливаемся на внутреннюю жизнь, на внутреннюю как бы работу с церковью, тоже здесь, видите, оно все время, как я привел пример и с Иерусалимской церковью, и с Антиохийской церковью, наполнились, да, вышли, раздали, да, то, что ты наполнился, раздай, поделись, засвидетельствуй, потом опять приходи, наполняйся, делись, тут назидай, назидай друг друга, назидайте друг друга, опять выходите. То есть все время идет такая череда. Вот, кстати, то, что мы вспомнили в Иерусалимской церкви, да, внешняя работа, проповедь Евангелия, люди приходят, их кормят, они наполняются, церковь растет. То есть они выходят, свидетельствуют, рассеиваются, проповедуют, церковь растет. Опять, тут выросла церковь, извне, работа проведена, пришел варнава, еще больше прибавилось народу. Да, то есть через внутреннюю работу должна увеличиваться и внешняя работа. То есть в этом смысле должен быть баланс. Очень-очень важно этот баланс соблюдать. Когда вот еще зацикленность на внутренней работе, иногда люди начинают уже перебирать богословия, да, там, ковыряться в всяких там учениях, доктринальные какие-то вопросы обсасывать, пересматривать и какие-то иногда даже заходят до того, что используют богословие для того, чтобы оправдать, что они не выходят проповедовать Евангелие. Есть такие церкви, которые говорят, мы лучше, вот, главное качество, человечество главное, а качество, давайте вот акцент на качество, лучше возрастать духовно, но одно другое не должно исключать. Понимаете, одно другое не должно исключать. Если ты качественно растешь, да, если ты духовно вырос, то тем более ты должен понимать, что вот там, вовне, снаружи, да, есть люди, которые еще не знают Христа, которые погибают, но которых Бог хочет спасти, потому что Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Аллилуйя. Слава Господу, я верю, что вы понимаете, о чем я говорю. Поэтому вот этот оптимальный баланс очень хорошо записан в «Ефесянам», книге «Послание к Ефесянам», на этом я буду уже заканчивать. Там, где Павел говорит, 4 глава «Ефесянам» с 11 стиха по 16, он говорит, что Бог поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, и учителями. Даже если посмотреть на эти пять служений, смотрите, апостолы, пророки, пастыри и учителя. Смотрите, апостолы, они как бы были универсальные солдаты, они готовы были и вне проповедовать, и верующим, и внутри, когда верующие приходили, учили. Пророки в основном для верующих, в основном они на правду пророчества произносились для верующих уже внутри церкви. Евангелисты, кто это? Вне. То есть евангелисты это как раз самый передовой боец, который там на передовой несет Евангелие не верующим. Пастыри и учителя. Это внутри. Видите, вот такой баланс. То есть есть люди, которые направлены вовне, апостолы, частично пророки, в основном евангелисты, а внутрь пастыри и учителя. То есть вот такой баланс должен быть. И все это потом написано к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. На этом заканчиваю, потому что если разбирать опять этот отрывок, много времени займет церковь, как предприятие, как организм, как институт, как учреждение имеет два основных направления деятельности. Деятельность наружная или внешняя, это проповедь Евангелия миру, грешникам. И вторая это внутреннее назидание, внутреннее созидание, внутренний рост. И Господь, я верю, хочет, чтобы мы уделяли должное внимание и тому, и другому. И вот одно связано с другим, братья и сестры. Смотрите, если, допустим, если бы не было внешней работы, вот были бы только 12 учеников. Вы вот сказали, ой, нам хорошо, мы спасены, Бог нам подарил Царство Божие. И все, не было бы ни Варнавы, ни Стефана, ни Павла, ни других учеников, которых, Тимофея, Тита, других известных. Но смотрите, получается, маленькая кучка проповедует вне, может быть, кому-то неизвестным, они сегодня, никто о них не знает, но когда они обращаются ко Христу, Бог из них делает кого-то. Бог даже сделал из такого противника, как Псавла, противника христианства, Он сделал апостола Павла. То есть, у Бога есть много своих людей в этом мире. Помните, в Коринфе Он сказал когда-то, Павлу, Он сказал, не бойся, но продолжай говорить слово, ибо у меня много людей в этом городе. Павел еще не создал церковь, еще не было как таковой церкви. Павел только начал там служить и нести слово. Господь ему говорит, у меня уже здесь много людей. Я знаю, тут вот, среди вот этих грешников, блудников, пьяниц, бандитов, не знаю, я знаю, я выберу из них, я уже знаю моих людей, я выберу из них служителей, которые будут мне служить. И наоборот, когда те служители приходят, они возрастают сами, потом начинают учить других, и те, когда внутри возрастают, куда они? Они и направляются проповедовать Евангелие, становятся миссионерами, евангелистами, и так далее. То есть, это вот такой круг, знаете, цикл такой, да, идет изнутри наружу, изнаружи внутрь, и безостановочно такое постоянно. Слава Богу, слава Богу, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божьего. То есть, мы, в принципе, все, и мы внутри церкви, да, хотим познавать Сына Божьего, прийти к полному, к совершению Сына Божьего. И мы хотим, чтобы те люди извне пришли к познанию Христа и тоже пришли в познание Сына Божьего, да, в меру полного возраста Христова. Вот оно, все, что, все, что задумано Богом, это чтобы из всех нас создать одно. одно, чтобы мы были все, по сути, телом Христовым. Язычники, иудеи, да, там он говорит, неважно, все вы в одно, все вы одно во Христе Иисусе. Все вы одно во Христе Иисусе. Мы становимся одним. То есть вот что хочет видеть в нас Бог. Он хочет видеть в нас Христа. Он хочет видеть в нас Христа своего Сына. Слава Господу! Сейчас мы споем еще один гимн, братья и сестры, и приготовьте причастие, и если вы готовы, то вместе с вами мы проведем это служение, причастимся к телу и крови Христа. Все, что мы говорили сегодня о церкви, церковь сама по себе является результатом подвига Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Павел когда-то сказал пресс-фитерам Эфеса, он говорит, «пасите церковь, которую доверил вам Бог, которую он приобрел себе в своей собственной крови, да, которую он приобрел себе кровью своей». То есть когда мы говорим о церкви, мы, конечно же, помним, не забываем, что церковь приобретена драгоценной кровью Господа Иисуса Христа. Мы пришли сюда, мы пришли, стали частью церкви только благодаря крови Христа. Любой человек извне, грешник, может стать частью церкви, может унаследовать Царствие Божье опять же через кровь Господа Иисуса Христа. Поэтому сейчас споем один гимн вместе и будем проводить служение хлебоприводов. Грех победить, о, что он в жизни, где сила крови, кровь и Христа, сердцем свободен, Христом упори, где сила его крови, Христа. Сила свежая, живоприводная крови, Христа, Христа, милоприводная, живоприводная, драгоценная крови, Христа. Иисуса Христа. Иисуса Христа. Сила свежая, живоприводная живоприводная крови, Христа, слава Господу, живоприводная, драгоценная крови, Христа. Аминь. Слава Господу! На самом деле есть сила в крови Христа, и мы верим в эту силу, и поэтому исполняем то, что Господь нам заповедал. Каждый раз творите сие в моем воспоминании. Будем молиться сейчас вместе и причастимся. Небесный наш Отец, мы воздаём Тебе всю славу и хвалу, Господь. Мы благодарим Тебя за любовь Твою великую, за эту жертву на кресте, Господь, за то, что Ты послал Своего Сына заплатить за наши грехи своими ранами, Своей кровью, Своей смертью, Господь, искупить нас от проклятия, искупить нас от вечного осуждения, искупить нас от вечной погибели, Господь. Мы благодарим Тебя, Иисус, Господь наш чудный, славный, за то, что Ты, Господь, пришёл в человеческое плоти и взял на Себя наши грехи, взял на Себя наши немощи и болезни. Ты, Господь, пострадал, чтобы спасти нас. В Своей любви, Господь, Ты, Господь, смирил себя, Ты смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестно, Господь. Мы благодарны Тебе за Твое мужество, за Твое терпение, Господь, За то, что Ты, Господь, несмотря ни на что, Господи, Ты всё-таки исполнил то, что заповедовал Тебе Отец. Ты исполнил всё, Господь, для нашего полного спасения и искупления. Благодарный Тебе, Господь. Благослови этот хлеб, Господь, и благослови нас достойно причаститься к Твоему телу. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Возьмите этот хлеб, мы помолимся ещё раз. Господь драгоценный, мы верим, что Ты пострадал за нас плотью. И верим, Господи, что Ты взял на себя наши немощи, Ты понёс наши болезни, Господь. И ранами Твоими мы исцелились. Верим, Господь, что своими ранами Ты обеспечил нам исцеление. Принимаем с благодарностью, Господь, то, что Ты сделал для нас во имя Иисуса Христа. Аминь. Небесный Отец, воздаём Тебе всю славу и хвалу. Благодарим Тебя, Господь, ещё раз за Твою любовь, за Твою премудрость, за то, что в Своей премудрости Ты усмотрел искупление через Твоего Сына Иисуса Христа, послав Его на страдания, на крестную смерть, Господь. Благодарен Тебе, Иисус, Господь, славный наш Спаситель, за то, что Ты, Господь, претерпел такие муки и страдания и пролил Свою драгоценную кровь, Господь, чтобы искупить нас от грехов наших, чтобы искупить нас от всякого проклятия, Господь. Благодарим, Господь, и верим, что Твоя драгоценная кровь, Твоя божественная кровь на самом деле искупила нас, очистила нас, омыла нас и оправдала нас. Благодаря Твоей святой крови, Господь, мы сегодня праведны перед Богом. Благослови, Господь, эту чашу с плодом виноградной лозы. Благослови и нас, Господь, достойно причаститься Твоей святой крови. Во имя Иисуса. Аминь. Возьмите чашу. Вместе скажем, Господь, спасибо Тебе за святую кровь Твою. Верим, что она очищает нас от всякого греха. Прими нашу благодарность, Господь. Прими нашу хвалу, Боже. Спасибо Тебе за то, что Ты сделался грехом на кресте за нас, чтобы мы сделались праведностью Божьей во Христе Иисусе. Благодарим Тебя во имя Иисуса Христа. Слава Господу! Слава Господу, дорогие братья и сестры! Мы споем еще один гимн, наглядок, и потом помолимся еще и премьем благословения. Все, что на свете можем дышать. Слава Господу, дорогие братья и сестры! 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 Мы молимся, чтобы Господь посмотрел ближайшую встречу уже здесь, в здании церкви. Надеемся, что это уже через две недели полноценным образом состоится. А сейчас мы еще помолимся за какие-то нужды. Я просто хочу благословить вас апостолским благословением, как апостол Павел благословлял. Благодать Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. Благословит Господь! Хорошей вам недели! Благодать с вами! Аминь.